Добрый вечер дорогие друзья это главная тема если бы у нас было развлекательное шоу то мы поставили аплодисменты да то что мы сегодня в полном составе можем сами сами изобразить себе но правда мы не можем свист там вот такие вот это у нас будет как плохой сериал на телевидении с подложенным смехом михаил юрьев михаил леонтьев и я илья савельев с вами в студии наконец-то мы собрались все вместе благо и темы подошли подогрелись обсудим сегодня луганск обсудим сегодня с улеймана керимова обсудим сегодня школьника и проблему образования сурик ты чё обсуждать надо надо с ума же без и и конечно же сирия то есть если для того чтобы выдержать единую стилистику тогда надо было бы сказать так значит обсудим луганск обсудим ницу обсудим буринго и обсудим дамаск вот такая география что это откуда школе откуда школьник школьник но я говорю если единую стилистику смысле что по городам как в этом да такая у нас сегодня будет география берлин рейхстаг причем берлин рейхстаг будет на закуску согласят фурика уринго и берлин да если почему-то когда вводил в поисковике берлин был из москвы в москву да в поисковике сегодня вводил берлин и почему-то время вылетала видео с пьяным ельцином я просто сегодня не мог не уйдеться никуда ну хорошо что вот советское время был такой ресторан берлин ну тоже неплохо но есть нет все выстараны пьяный ельцин пока нету хотя мысль неплоха нет я имею ввиду ресторан берлин был что не помнишь да где сейчас совой за детским миром хорошо в берлине основать ресторан пьяные яйца тоже неплохо только они не выговорят давайте начнем с нашей там есть кому выговорить миллионов человек население один буддастаги уже выговорил да да успокоиться можно давайте с луганска начнем напомню для тех кто не в курсе хотя таких наверно мало здесь я не в курсе вы не в холодильник для леонтьева за 1 все могут слушать 21 ноября днем кстати уже в луганске снег был неизвестные вооруженные люди захватил снег да там приворошило как-то но не ж намного южнее нас там на тысячу с лишним километров не талли климат значит это видео не из луганске то они даже и недалеко от азовского моря ну что ну то есть он и континентальный то условно ну условно снежный хорошо так вот неизвестные вооруженные люди захватили центра луганска это получается что у нас в москве не так-то и плохо как мы говорим у нас вооруженные люди не захватывают да не в этом дело снега еще нету я к этому в этом смысле все что это расстроило как раз луганцев и в грех с вооруженными людьми сергей сегодня будет какой-то снег был студии сегодня хорошо спасибо ему за то что снега нет пока на вашем месте сидел кстати хорошо . я просто сейчас раздуюсь от гордости так и лопну это начало событий после чего эти вооруженные люди захватили здание прокуратуры а потом луганск плотницкий покинул плотницкий вместе как пишет чего не совсем там же в начале было долгое время сначала луганск уволил этого корнета внутренних дел корнета или корнета незакон правильно произносится если это конечно вообще фамилия не позыву что загрузили наш верный корнет нет но учитывая что действительно то есть это мужик наших ведут кабинета вполне как сказать позывной да но не суть я к чему и и там была же очень смешная история что значит плотницкий заявляет что это корнет вот это его люди и говорили что корнет там намекали что вместе с днр корнет как-то вяло отнекивался так сказать в общем короче два дня что они борются с украинской шпионской сеть которая вроде бы тут просто не очень понятно этот про одно и про другое но в итоге корнет победил обвинил приближенных плотницкого поэтому пока не знаем но похоже похоже на то потому что он обвинил приближенных плотницкого в заговоре потом они бегали ловили украинских диверсантов в общем очень интересно прошли поживенько я бы сказал да да это в общих чертах ситуация что там происходило причем интересно оказалось что естественно у плотницкого есть там своя узкая группа как на которой в основном вся критика корнета и было направлено что типа вначале же говорилось не что плотницкий плохой и агент там чей-то что ему искусно искажают информацию так сказать вот преступная группа но это всегда так во всех революциях но интересно что вся узкая группа плотницкого состоит из одних баб вот вот но это молодец и нет ты не понял меня я я ничего такого не имел ввиду так сказать я не видел их и поэтому не знаю в каком смысле они женщины а я имел ввиду что вот там те кто считают что у нас в русском мире плохо с гендерным равенством какое-то вслух ты нашел да да не бабы в преступной группе ничего себе гендерное неравенство очень даже равенство можно было бы эту феминистическую карту в европе разыграть надо просто говорить так сказать да вы вы дооборот хвалить должны вы смотрите одни бабы с американцами только так и надо разговаривать они понимают что ты несешь в ней но трудно что-то возразить это правда но плотницкий от них убежал вообще трудно ну это правда и эти многие пользуются мишу бери телефон пожалуйста может у меня там полезная информация и пожалуйста ли фон вот ведь полезная информация ну давайте в какой-то все-таки конструктивное русло повернем потому что сейчас михаил владимирович дом в домике доиграет и вот в двух словах во первых в интернетах начали писать очень много что дескать плотницкий был человек москвы вернулся в москву кто же такой карнет у вас есть понимание по этому поводу нет не сразу оговоримся вот у меня не знаю как у миши как у тебя у меня никаких тайных знаний на эту тему вот совсем никаких не они нет и мне в том смысле возникает некоторое неудобство каким образом мы собираемся это обсуждать в данном случае во многом знание много человеческого значит и сейчас вы увидите что на все что надо нам достаточно вполне мы знаем но я я не знаю кто такой карнет но что я знаю я знаю следующее во первых и плотницкого и захарченко не прямо не косвенно кремль не назначал изначально это очень важно в начале вот если вы вспомните как происходили революции в этих двух регионах на восстание то первое время когда еще идея новороссии не было политически похоронена исходила как бы из москвы пусть и не совсем в официальном смысле уровень авторитета россии и москвы там был абсолютен в начале и москва легко могла бы сказать вот у вас вот этот будет не надо даже никаких силы прилагать и кто бы сказали этот бы и был но это не имело мест и даже те кто русские отсюда приезжали бы просто некоторых довольно хорошо знаем так сказать совсем хорошо и я вам хочу сказать что не кремль их посылал так сказать совсем то есть я хочу заметить что луганский до плотницкого был человек насколько я помню которую звали болт вот и в отличие от плотницкого это для меня более понятны в хорошем смысле не буду я с иронией с тяжелой говорю да но это был выбор москвы отпустить да нет нет кого отпустить луганский донецк чтобы они на самоопределение да конечно именно то есть москва не особенно навязывал не не навязывал точь я это и сказал значит и в этом смысле плотницкий и захарченко ни в какой степени и никто на их месте не может являться человеком москвы просто потому что москва отказалась такой привилегии в кавычках там своих людей назначать и вопрос может идти только о том больше или меньшей степени москва симпатизирует тому или иному человеку и в этом смысле до недовольство плотницким довольно сильно дошло до довольно высокого уровня но это связано не с тем что так с москвом а москве мало подчинялся а просто тем что совсем плохо с государственностью обстояла даже по меркам сравнения с днр ну вот так вот мы наживили эту тему после небольшой паузы мы уже чуть больше раскроем ее потому что тут есть некоторые нюансы и повороты которые я думаю вам уже и мы слушатели будут интересны а если вы желаете присоединяйтесь к нашей дискуссии 8 9 6 7 200 ровно 97 02 это ватсап его продолжаем на холодильник михаил юрьев как всегда онлайн без остановок давайте продолжим продолжим про луганск разговаривать значит что становится сейчас более менее понятно еще раз повторяю исходя только из той информации которые с печати потому что узнать какую подноготную но никаких проблем я не вижу но я этим не занимался и честно сказать даже и специально не хочу когда узнаю тогда узнаю потому что не было у вас ощущение что то что-то грандиозное происходит нет грандиозного не происходит еще раз подчеркиваю сила государственности там очень небольшая в обоих этих республиках кстати это является одним из пунктов постоянной так сказать упреков со стороны значит и украины что немножко смешно потому что в ней самой никакой государственности нету хотя она сильно больше и стаж у нее уже таскать там 25 лет они там и профессионалы работают другого уровня порошенко да ты имеешь ввиду по развалу разговаривались да это правда но я к чему клоню я говорю о том что значит государственность довольно слабо это для любых новых республик вообще совершенно естественно как и рост силы криминала но это вот вот всегда начиная с французской революции никогда по-другому не бывал вот но мы можем сравнивать днр и лнр и в лнр с государственностью хуже не то что на москве менее лояль не просто хуже управляется больше беспредела и так далее надо понимать что днр и лнр этот криминал унаследовала от предыдущих времен то есть она осталась помнить кому все активы принадлежат в на донбассе принадлежали по крайней мере по ситуации на 14 год нет конечно бизнесменам как говорится суд иного не сказал но бизнес в законе до бизнес совсем законе просто совсем причем когда особенно интерес смотреть историю активов было у одного потом он трагически погиб стала у другого потом он случайно попал под машину стала у третьего и и все почему-то таскать не с фамилиями а с позывными не выражается с издевкой да таскать конечно они это унаследовали хотя повторяю это и у нас в 20 в начале двадцатых годах был годов было то же самое это не имеет и неминуемые неизбежно но что важно что в лнр это все сильно хуже чем в днр и похоже по всему что все-таки за этим переворотом корнет это даже уже вроде частично и признал публично действительно похоже уши днр стоят и под эгидой объединения предстоящего всего это но вот в поддержку ваших слов прочитаю новость с новостного агрегатора патруль специальной мониторинговой миссии обсе зафиксировал колонна бронетехники которая двигалась со стороны донецка в направлении луганск об этом сообщается на странице миссии в фейсбук это от 22 числа на землю какие-то колонны бронетехники фиксирует со стороны россии со стороны донецка это не да это сама по себе заказано убедил как в техасе говорят но тем не менее похоже а похоже по многим факторам похоже на то значит на секунду оторвусь прочту вам нам пишет тут похоже оттуда потому что 38 это украинское расширение плотницкий знает что путин сбил боинг как вы думаете как дальше начнут развиваться события его убьют и не при этом вопрос или утверждение подписанта минских соглашений и я сейчас скажу почему я читаю вот смотрите вот просто обращаюсь к нашим слушателям друзья плотницкий сдать что путин сбил вот я этого не знаю вы этого не знаете вообще вот и путин не знает философский вопрос можно ли знать то что не имело место это такой непростой вопрос из теории названия друзья дать серьезник своему если вы написали мне что существует теория что сбил путина плотницкий за я бы мог на это как-то реагировать всерьез но когда вы говорите это как факт вот для всех кроме людей нестандартной ориентации из европы это не факт а вот для вас факт давайте было проблем днр и не лунер во вторых это я читал во вторых это просто просто тролль и все ничего будем тролли за счет тролли или эльф я плохо в этих неземных видах разбираюсь черт с ними значит а земной вид тролля земной вид тролля ну хорошо значит короче говоря похоже что про переворот успешно произошел и похоже что этот переворот как бы там вдоль и будем так говорить днр и и и речь пойдет о слиянии вот каково и как к этому относиться нам это единственная для нас позиция во первых пусть сами решают так сказать у нас все таки уровень лицемерия не такой как на западе есть мы говорим что мы их даже не признали официально всячески им сочувствуем помогаем и будем помогать и как сказал путин не дадим их захватить потому что украинцам тоже просто вырежут но при этом мы вовсе не считаем их частью россии реально не считаем тогда пусть сами разбираются относиться к нам надо я и все поддерживаю я считаю я лично гораздо более высокого мнения сам о государственности днр-овской чем государственного на и ровской в этом смысле объединение усилит общую государственность во вторых это абсолютно соответствует традициям то есть том регионе еще когда он даже не донбассом назывался а каменноугольным бассейном город донецк назывался юзовкой по имени джона хьюза британского инвестора по нынешнему говоря который там дохуй на что построил как бы лидером считался донецк то есть юзовка для луганска то есть это абсолютно стандартный и вот для местных исторически да да так оно и есть это не через колено это совершенно есть и больше да ты прав активы более серьезные там и так далее денег больше вот даже вооруженные силы сейчас вот уже на этом этапе значит гораздо сильнее днр и фронт основной донецкий поэтому я это все приветствую но особенно это приветствую в том что это верно вернет вот поверьте мне в ближайшие же дни-недели вернет в повестку дня концепцию новороссии а я считаю что нам под нам я понимаю вот наших единомышленных тех кто сейчас нас слушает и нас самих это очень хорошо потому что у любой чисто национальной цель вот как там да нет донецкого обзора вот вот мы донецкие это всегда очень сильное ограничение так сказать вот мы своими делами занимаемся к нам не лезть и тогда и ты не можешь на шаг выйти за пределы своей территории потому что никогда не сможет ни кроме как грубой силой что никогда не сможет никому объяснить а ты тут причем ну да нет основания для решения это кстати абсолютно такая же проблема есть у россии в целом те кто предлагают таскать чисто думать о русском народе и закуклиться забывают что империи таким способом не станешь просто трудно даже своим описать а зачем нам хоть один шаг за пределы делать поэтому кстати был у нас всегда там свои землины отдадим а чужой не нужен как это не нужно я вам дам не нужно вот еще как нужно так вот и вообще любая чужая земля это на самом деле наша земля которая временно по недоразумению и так далее так вот к чему я не в этом смысле новороссия то очень хорошо так сказать это же не просто какое-то новое слово неологизм этому слову там 300 лет почти не извините 200 лет чуть больше 200 нет по на появилась во времена екатеринец после второго раздела польши от конец восемнадцатого века там 200 небольшим как бы это слово хорошо всем известно вызывает вполне определенные коннотации и там совершенно другое новороссия новороссия между причем в новороссию входит девять областей ну 8 поскольку одна уже перешла от аврида по тогдашнюю говоря уже теперь часть россии значит 8 областей и на вопрос там причем тут одесса если это донецк нельзя ответить здесь вроде не причем а если это норс как столица на вороте и шоу хотите ну вот так что я еще очень поддерживаю также будем смотреть как будто развиваться отношения мы в любом случае поддерживаем их да поэтому дорогие друзья я думаю что впереди нас ждет нечто хорошее потому что до этого все мы знаем что плотницкий и захарченко не очень дружили что являлось препятствием а теперь этих этого препятствия как мы видим уже наверное нет потому что наверное из москвы он уже не вернется а мы в студии михаил юрьев михаил леонтьев и алья савельев мы продолжаем переходим к следующей теме я предлагаю чтобы это стал молодой человек ворвался в нашу студию коля из нового уренгоя как вы на это смотрите коля сагу все согласны единогласно кинули даже не знал что он коля про колю надо конечно сказать потому что дело что не в коле на самом деле и не в уренгое давайте все тем более не в уренгое не хотелось бы вот тем более что и администрация президента сказал что хватит травить школьника мы его травить не будем тем более что есть абсолютно ощущение что текст который записывал зачитывал не его это не свидетельство школьники чрезвычайно высоко что он приходит куда-то в общем бундестаг читает неизвестно чей текст вот но школьники такие тексты не пишут даже чисто стилистически там есть одна проблема которая можно назвать синдромом горбачева ну-ка влияние рейс нет это стремление вот он там выступал по тону виду и всему это человек который готовили чтобы он понравился и был главная задача была понравиться я думаю что у школьника или у тех кто его туда привел он должен был выдать бундестаг должен был полюбить они должны были умилиться пролить слезы вот и вот это есть самое такое я бы сказал серьезная из проблем нынешнего российского эстеблишмента даже степишь потому что мы это видели на разных уровнях это желание нравится геополитическому против и видим к сожалению видим видели но видели ярких проявлениях вот на самом деле это вот вот этот школьник стал инструментом людей которые хотели что там с ним сделали дурак ли он на самом деле вот и кто мальчик 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 он даже не в лучшей форме так свои проблемы поэтому даже не понравится не мог потому что вы точно не дает точно не дает формулирует вот что они коленцию формирование все уже что все что нет колец и не будет нет не факт не будет увидишь может и не будет но факта пока нет это штайнмайер хочет коалицию хоть какую или правительство меньшинства а штайнмайер правительство не меньшинства это нам совсем хорошо это правит все всем ничего хорошего не светит пока не правительство меч лет для нас германии это адр пока там нынешние для нас германия враг а враг чем слабее тем лучше если правительство меньше с вас формирует от ратива для германии это это нам будет неплохо плохо-пже ничего сделать все равно не сможет. Правительство меньшинства любую фарламентскую республику сильно ослабляет. И этим нам уже хорошо. Так вернемся к мальчику. К мальчику. А ты про девочку все. Пожилую. Мальчика, значит, ну вот я говорю, что это желание нравится. Это в первую очередь видно. Не то, что он там какие-то кощунства допускал, хотя лексика была не наша, совсем не наша лексика. И наш мальчик, грубо говоря, такой лексикой пользоваться не может. Ну, просто не может. Значит, он тоже не очень наш мальчик. Или он готовится в шпионы. Может быть, он стремится стать Штирлицем. Либо он не наш, либо не мальчик. Да, либо он уже 64-летний шпион, одетый в мальчика. Шпионка. Или шпионка, да. Вот примерно так. А есть же такая амплуа, я забыл, как это называется, когда женщины, взрослые женщины в театре, которые такие миниатюрные, и их легко загримировать под мальчика. Травести. Нет, как-то по-другому. Травести это называется. Травести, да. Не трансвести, это травести. А, в этом смысле. Я-то думал. Ну, значит, просто интересно было бы с такой, честно, металлогической точки зрения, поймать автора текста. Я считаю, что в этом интересная задача поймать и выяснить его мотивы. Там уже выяснилось, что у учительницы украинские корни, то есть там... Да нет, но украинские корни, мало ли у кого. Они, они не в смысле в древности, а в смысле, что кто-то из родственников, близких служит кровавому режиму. Ну, в общем, там что-то такое. Какому кровавому? Украинскому. У нас один кровавый режим. Нет. Все перепутал. Кровавый режим Путина. Украина... Так, Миш, я не понимаю. Ты кто вообще? Что с тобой сейчас учу? Я кто? Что с тобой? Раздвоение личности? Да не раздвоение, это лексическая, устойчивая лексическая конструкция. А у меня другая устойчивая лексическая конструкция, мне по одному месту все остальные лексические конструкции. Он совершенно по другому ингредиенту распознается этот режим. А, не по крови, а по другой субстанции. Ну, в общем, короче, она связана вот с тем режимом. На самом деле, если бы мальчик был идеологически подкован своими учителями, то, наверное, не допустил бы этого. Меня не интересует мальчик, еще раз говорю. Нет, но мы говорим про систему. Кто составлял текст, из какой цели? И за какие средства? Вот это очень важно. Мнится мне, слышу, товарища Берию. Да, да, да. Намный мальчик нужен. Нет, но на самом деле, ведь все время есть, я не знаю, может, это апокриф, там анекдот про товарища Сталина, который, значит, сказал фразу, кто организовал вставание. Вот меня интересует не вставание, меня интересует, кто организовал вставание. Это принципиально интересно в этой ситуации. Если уж разбираться, ситуация локальная. А зачем мальчик вообще в Бундестаг поехал? Грант там был, значит, то есть они на какой-то грант, они изучали историю. Потому что, например, жена знает немецкий худо-бедно, но мне трудно себе представить, чтобы она поехала в Бундестаг. А он по-русски говорил, а не по-немецки. Ну, видишь, она даже могла бы и по-немецки. Иначе мы все списали на трудности перевода. Вот. Он поехал в Бундестаг красоваться или красовать кого-нибудь. Ну, боже, ну, обычно школьники не ездят в парламенты других государств. Ну, там был грант. Это программа. Это программа по обмену. Программа. Во вне обменивались. Опять же, я сейчас транслирую. А теперь немецкий мальчик приедет в Госдуму и расскажет про зверство этих самых. Ну, у нас там потомков немцев и без него хватает. Ну, симметричные. А нахрен нам немецкие мальчики? Да они не едут, они еще к нам. Мы их уже выгоняем. Я не понимаю. Я хочу транслировать мнение, которое после вот этого выступления очень сильно стало распространено на просторах интернета. Дескать, доколе у нас в образовании будет такая свобода, которая допускает вот эти вот либеральные коннотации в устах учеников. Слушай, я абсолютно согласен с этим. Я вообще считаю, что у нас как-то совершенно неправильно понимают свободу. Особенно это видно в части школы. Вот у нас считают, что если у нас государство свободное, у нас действительно государство без всяких дураков, сейчас довольно свободное. Уровень личных свобод... Если свободно, то надо пороть. Нет, уровень личных свобод у нас в стране в целом выше, чем на Западе сейчас. Точно намного выше, чем в Европе. И я думаю, что и выше, чем в Америке. И вот многие думают, ну раз мы свободны, и это всем в общем в целом нравится, так давайте тогда типа вот в школах будет свобода, и воспринимать к свободу как то, что каждый может выбирать свой учебник, чуть ли не свою программу и так далее, так сказать. Ну и свобода же не в этом. Друзья, так сказать, есть вещи, по которым свобода, по которым наоборот должна быть полная унификация, да, так сказать. Например, есть там какие-то вещи, которые являются гражданским долгом, обязанностью просто всех граждан. Например, обязанность всех граждан мужского пола, если у них нет освобождения, это военная обязанность. Могут и не призывать, если хватает контрактных, но если призовут, они, вот как бы вы отнеслись, если бы сказали, ну это не для всех, там вот там богатым, например, не надо. Вы бы сказали, вы что? Это была идея покойного Немцова. Была, но нормальная идея покойного Немцова. Ну перестань, Миша, ну да это понятно, что это идея покойного Немцова. Я же не про Немцова говорю, я говорю, что нормальные люди на это прорегируют с возмущением. Почему? Потому что они считают совершенно правильно, что по каким-то вопросам должно быть полное единообразие. По каким-то вопросам пусть расцветает 100 цветов, но по каким-то вопросам люди должны быть в абсолютно одинаковом положении. Так вот, на мой взгляд, по вопросам, чему школа учит, любая школа, должны быть абсолютно единообразие. Пожалуйста, пусть каждая школа определяет сама, каким образом она группу продленного дня организует. Это вопрос нациальной идентичности. Естественно. люди должны друг друга свой-чужой, понимаешь? Да, абсолютно. И больше того, я вам скажу, вот, сколько я, и я, и Михаил, и говорили, писали про это, в книге про это есть много, что школа нужно на минутку остановиться и задуматься над базовыми вопросами, а именно, в чем государственное, даже не так, в чем национальная функция института школьного образования. И вот, если на секунду задумаешься, то ответ нужно давать такой, что на первом месте их несколько этих целей есть дерево, но на первом месте это не получение знаний и не подготовка к взрослой жизни. На первом месте должно быть воспитание достойного человека и гражданина. Ну, человека в той части, который помимо семьи, там основная часть на семье, а, так сказать, гражданина, безусловно, это и есть основная часть школы. Знания лишь на втором месте. Правильно. Вот. И, соответственно, с этим, если ваша школа в Уренгое вот таких граждан воспитывает, может, этот парень все и знает по истории, но вот если это таких граждан воспитывает ваша школа, то тогда нужно, так сказать, уголовное дело о вредительстве и я влепорт все руководство этой школы. Я бы еще раз хотел выяснить, для того, чтобы предметно этот вопрос понимать, кто организовал вставание. Вот и все. Потому что школа ли это, директор, завуч. Ты конкретно подходишь. Да, конкретно. Вы фамилии, да. Я подхожу в данном случае конкретно, потому что текст носит явно такой авторский характер. Там обороты, кальки, переписанные из... Он не то, что он талантливый или он гениальный, он оригинальный не в этом смысле, он оригинальный с точки зрения его типажности определенной. Его кто-то писал, не мальчик. Мальчики такие тексты не пишут. Не, но он мог из интернета содрать часто, не забываясь. Просто украсть текст. А сейчас это очень принято у молодежи, насколько я знаю. Это простое объяснение. Я думаю, что вряд ли мальчик, который... Да нет, учительница, скорее всего, писала. Понятно, да. Будем разбираться. Вот нам пишет, вот нам пишет Павел, немецкие мальчики уже приезжали, они воспали в школе в Уренгой. Тоже не... Они в школе в Уренгой, а из школы в Уренгой в Буддестаге. Как не очень симметрично было. А, это по обмену, наверное, мальчики. Это по обмену. Странный обмен какой-то. Они рассказывали, о чем интересного. Ну, слава богу, немецкие блогеры этого не заметили. Друзья, я предлагаю нашим слушателям на последнюю 15 минут следующего часа, точнее, этого часа присоединиться. Давайте сделаем интерактивную ее, может быть. Да. Немножко разбавим. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Следующие 15 минут посещаем. Продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Это часть программы интерактивная. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Три звонка уже висит. Берем первый. Олег, Москва. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я коротенько, конечно, по первой теме, и вторая. Они, кстати, очень увязаны по нашей истории. Во-первых, вот это случай с Донецком и Луганском, трагическая смута, это превзошедшая в те смуты, которые были, начиная с существования нашего государства великого. И эта смута уже продолжается и сейчас. Она перешла плавно вот этого мальчика, который, извините, сейчас власти пришли такие у нас власти, извините, не знаю, там Путин, кто там еще, что они ненавидят все наше прошлое, хорошее, начиная с Ивана Грозного, даже раньше, и даже Сталина, товарища, и это время. Поэтому они недовольны, что мы, извините, объединить великое государство, что революция не прошла от Ротского, что Сталин пришел, что мы развили фашистов недовольные, а теперь идет очернение. И вот пока эта власть сидит, у нас будут вот такие беды, вот такие дела. Такого не было никогда, господа. Даже когда эти поляки сидели в Кремле, вместе с Романовыми, кстати, они там были тоже. И поэтому не на Романовых должны были править, а Рюрики должны править. Пожарский где и прочие наследники Рюриковича, когда декабристов убивали цвет, именно дворянства, русского дворянства. Олег, ну в целом... Что-то прервалось. Значит, ну, давайте так. Наш, невзирая на свои, так сказать, такую экзальтацию, наш позвонивший слушатель прав наполовину. А именно, сейчас объясню. Когда он говорит, что наша власть ненавидит все русское, не знаю, Путин там или не Путин, я дословно его цитирую, то я хочу вам сказать следующее. Верхушка нашей власти, ее можно в чем угодно упрекать, но она изо всех сил борется, это видно, и, кстати, довольно успешно, именно с теми, кто ненавидит все русское. Но власть ведь состоит в России не только из Путина. И даже не только из Путина и еще там 10 человек или 5 его близкого окружения. Власть, даже если не брать совсем рядовых чиновников, хотя и от них что-то зависит, а брать там того, что называется руководство среднего звена, власть это десятки, если не сотни, тысяч людей в стране. Директора школ, завучи, работники районного звена, работники полиции, работники других служб и так далее. А руководители телевидения государственного, в том числе и в регионах. Так вот, если понимать власть как всю вот эту вот, так сказать, прослойку, а по-другому нельзя, потому что от этих людей многое зависит. И этим людям, как бы, то среди них загаженность либералами очень высока. То есть, в этом смысле надо, и почему это так происходит, понятно, Путин изменил вектор нашей власти, но он не проводил чисток. Но он не хочет, это его выбор, он не хочет повторять 37-й год. Можно с этим спорить, можно соглашаться. Здравому человеку понятно, что в таком решении есть и плюс, и минус, как почти в любом другом решении. И к чему я хочу сказать, это действительно большая проблема. То, что либерализм, ну, по крайней мере, все его мерзкие проявления, потому что в либерализме есть и здравые мысли, а просто мерзких, к сожалению, уже больше. То, что они полностью исчезли из политики, тем более из лексикона высших наших руководителей, это одно, это не снимает вопрос. Мы сами сто раз говорили, что и социально-экономический блок у нас насквозь либеральный. Образование, но вот министр теперь не либералка, а низовой уровень по-прежней там тоже никаких чисток не было, может и правильно, что не было. Я просто хочу сказать, что, друзья, те, кто мечтает о чистках, я и сам иногда о них мечтаю, должны помнить одну вещь. Это само собой, но даже если нашли, кто чистить будет, ни один механизм, ни технический, ни государственный, социальный, не может работать со стопроцентной эффективностью. Это значит, что даже если позиции лес рубят, щепки летят, сознательно нету, какой-то процент попавших под раздачу просто не за понюшку табака будет в любом случае. Если ты начинаешь массовую кампанию, без этого просто никому никогда не удавалось. И это можете оказаться вы. Я не уверен, что вам, граждане, это понравилось. Мне бы точно не понравилось. Я вот 8 дней в голландской тюрьме просидел, я бы все-таки добавил одну вещь, поскольку слушатель в общем имел возможность слышать поток аргументов, которые наш вот этот слушатель озвучивал, я все-таки хотел бы сказать, что очень вежливо избежал детализации этих аргументов, но человек нес бред. Вот, значительной части того, что он говорил, может быть, он мотивировал, он был совершенно так, как ты подозреваешь, но он нес психотерический бред про декабристов каких-то, которые представляли цвет, которых уничтожили и так далее. Там много чего было спорного, а были просто элементы бреда. Миша, поэтому мне очень трудно. Я не примиритель, я просто очень хотел бы, чтобы нас, наши слушатели, не приняли за идиотов, которые этот бред за чистую монету считают. Я просто хотел бы обозначить, что мы понимаем, что это был бред в значительной степени. Вот, значит, потому что одно не сводилось к другому. Любовь к Ивану Грозному и Сталину не может сочетаться к любви к декабристам. Это совершенно разнополые понятия. Одно из двух. Либо вы, ребята, либо вы мальчиков, либо девочек. Либо туда, либо сюда. Но это биполитическая позиция. Если для вас государственные преступники, предатели, авантюристы являются, значит, цветом там чего-то, дворянства, а почему цвет дворянства? Чего вдруг такая страшная любовь к дворянству не к крестьянству или, например, к пролетариату? Она не мотивировала. Друзья, давайте дворянство и декабристы. Да, она внутренне не мотивирована данным товарищем. Поэтому человек сам является в общем на самом деле жертвой уж не знаю чего. Ладно. Николай Владимирович, давайте просто дадим приятный звонок. То ли хорошего образования, то ли наоборот. Давайте, да, чтобы раз уж Олег нас вышиб так искали, не позволим этому случиться. Следующий звонок. Виктор из Самары дозвонился. Добрый вечер. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Коль мы говорим о воспитании, я имею некоторое отношение к воспитанию, я преподаватель, работаю в молодежной среде, значит, мы должны говорить о воспитании как о некой государственной задаче, которую определяет государство, и эта задача находится в рамках какой-то идеологии. То есть, а у нас сейчас идеологии государственной как таковой, извините, нет. А коль мы понимаем, что юноша воспроизводит то поведение, которое поощряется, вот этот молодой человек, выйдя на какую-то трибуну, он, видимо, вот транслировал такое поведение, которое он предположил будет поощрено. Вот как-то так. И самое главное, коль уж мы заговорили о воспитании, о воспитании этой идеологии, как я уже говорил, мы тут же должны обратиться вот к тому гениальному Александру Сергеевичу, который, значит, где покажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы, не эти ли, грабительством богатые, ну и так далее, и по тексту. Вот сейчас любой преподаватель, или тот, кто работает с аудиторией, возможно, это офицер в армии, возможно, это студенческая аудитория, тоже, извините, преподаватель, общаясь с молодым человеком, перед которым он ставит вот эти вот ориентиры, ну, армейские, скажем, Розу Шанина, Людмила Павличенко, Анна Литвак, это я о женщинах говорю, значит, он всегда, вот я, например, нарвается на такие вещи, если мальчик умненький, студент, он говорит, уж извините, бога ради, но вот те люди, которые отдавали жизни, они отдавали за совсем другой общественно-политической информацию, и те, кто вот сейчас, предположим, там, ну вот, ну, погибшие, вот, ну, неудачный пример, конечно, вот сейчас, если они поднимутся из могил, ну, поймите меня правильно, они, мягко говоря, вот сильно удивляют. Я понял, я понял, смотрите, смотрите, я все понял, в вашем вопросе два разных поднято, один, я с вами соглашусь, бесспорно, мы про это и говорили, то есть, конечно, именно так, государство должно сформулировать задачу по воспитанию, оно должно сформулировать четкую идеологию, перестать все эти мантры по поводу того, что у нас нет идеологии, мы у нас нет навязываемой идеологии, в том смысле, что любой может не разделять государственную идеологию, это пожалуйста, но, безусловно, это должно быть. Но вот второе, когда вы говорите, что люди, которые отдавали жизнь за определенную формацию и совершали героизм таким образом, общественно-политическую формацию, простите, но я в этом вопросе с вами категорически не соглашусь, а что на Первой мировой войне, когда строй был не социалистический, наши солдаты и офицеры не подавали образцов героизма, а на Отечественной войне 812 года, то есть что, до Великой Отечественной войны русские бежали с поля боя как трусы. Да мы всегда были героями и нам достаточно одной идеологии. Россия превыше всего, все остальное от лукавого. Все, долетели слова. Я думаю, что такой же интерактивный часть мы сделаем в конце следующего часа, а после паузы перейдем к обсуждению дальнейших новостей. Я думаю, наверное, с Керимова начнем, потому что потом Сирия большая тема. Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Ио Савельев. Предлагаю теперь обсудить новость, которая тоже достаточно громкая, но малопонятная. Малопонятная, потому что мало информации. Это задержание Сулеймана Керимова, ну и уже, как выяснилось, освобождение его под залог. Тут само дело обсуждать я смысла не вижу, потому что... Кстати, извини, Илья. Нет, имеет смысл обсуждать дело. Освобождение под залог очень условное. С изъятым паспортом и без права выезжать за территорию города. Нет, он находится, как бы, грубо говоря, в процессе преследования. Да, да, да. То есть освобождение не совсем. Слово освобождение по-русски немножко другое означает. Это скорее некий аналог перевода под домашний арест, чуть более расширенный. Нет, мы тут переговорили. Мы, в общем, Сулеймана-то знаем хорошо с меньшей... И, в общем, с лучшей стороны. С лучшей, безусловно. И там, в общем, все примерно понятно. Да, понятно. Потому что, что бы там французы по этому поводу... Насколько я понимаю, его претензии относятся к конкретному факту, что он не заплатил какие-то налоги за якобы принадлежащую ему вену. Которая, непонятно, принадлежит ему, не принадлежит. С юридической точки зрения она находится, так сказать, на другом владельце, да, но у них есть типа какие-то основания считать, что это он. И дальше, значит, идет обвинение в неуплате налогов. Нет, при этом обратите внимание, что, а тот владелец их платит. Он уже дал. Ну да, там еще есть история о том, что там якобы занижена стоимость, и в результате они, значит, здесь подозревают еще и отмывание. Вот. Ах, вот в чем дело. А я не мог понять, просто в Америке налог на имущество не зависит... Там два обвинения. Не зависит от этого. Там вмененная цена, там тебе само налоговое ведомство определяет, с какой суммы тебе платят. Здесь платят по той цене, по которой приобреталось. имущество, насколько я понимаю. Вот якобы, ну, значит, мы просто знаем ситуацию вокруг Сулеймана. Там огромное количество доброжелателей, причем отечественного производства. Особенно, особенно, нас не будем имен назвать. Особенно они. Да можно назвать, мы не будем пока. Да не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, не будем. Вот, он сам себя знает, этот доброжелатель. Скорее всего, это просто донос организованный, вот, поскольку эти доброжелатели вообще предпочитают действовать именно таким путем. Ну, по крайней мере, вонючие ребята, на самом деле. Вот, история грязная с точки зрения характеристики доброжелателей Сулеймана Керимова. Я думаю, что отольется кошки мышки на слезу. Потом я что вам хочу сказать. Давайте сразу поймем следующую вещь. Морального компонента, в отличие от ситуации с мальчиком из Уренгоя, в этом вопросе нету для нас с вами. Почему? Потому что, предположим даже, что Сулейман Керимов на самом деле обманул. Нагло и цинично. Вопрос, кого он обманул? Французское правительство. Как мы можем с вами на это реагировать? Только одним способом. Ай, молодца. Ну, нам-то с чего обсуждать? В этом случае он должен был обмануть успешно. Это уже не совсем молодца. А что я говорю? В отличие от человека, который обманывает наше государство, ну, ни один из нас не скажет. Да это не то, что не наш забот, наоборот, только, так сказать, ну, хорошо, если это правда, то отлично. Вот. Значит, на самом деле, о чем тут имеет смысл говорить, это совсем не о том, Илья к этому и клонит, не о том, виноват ли Кирибов, как я сказал, что если и виноват, это наше отношение к нему в данном конкретном случае никоим образом не может изменить, скорее наоборот. И не вопрос в том, откуда это вообще растут ноги, это Миша разъяснил, и скорее всего, я так думаю, процент 95, что оно и есть. Вопрос заключается, интересная часть этого всего заключается в другом. Наш президент во время встречи с бизнесменами российскими, крупными, это было, мне кажется, года два назад, когда начались вот эти вот давления на Россию, санкции и так далее, предупредил их. Мне рассказывали мои партнеры, которые там были, меня, слава богу, туда не позвали, и понятно, почему я, бизнесмен, конечно, и не маленький, но не российский. Налоги не здесь, выкладываете? Ну, что-то плачу здесь, да, так сказать, по остаточному принципу, потому что что-то у меня там забирают, не спрашивая меня. Ну, так вот, к чему я. Он говорил тогда, что, друзья, да имейте деньги за границей, если у нас к вам нет претензий по тому, как вы их заработали, то где хотите, там имейте. заводы там покупаете, дворцы себе покупаете, но только я вас предупреждаю один раз, потом повторять не буду, вы исходите из того, что там может быть и дорого, налоги высокие, то, все-се, но безопасно, а свои могут отобрать, привыкайте, тоже я своими словами говорю, что на самом деле ситуация обратная, свои, конечно, тоже могут обидеть, наехать. Замучаетесь пыль, глотать, он сказал. Да, но на самом деле, если не своими словами, те, значит, те вам покажут, где раки зимуют. И, в общем, так оно и получается, вот строго по предсказанию, вот строго по предсказанию. На самом деле, все больше и больше людей, из тех, у кого есть большие деньги, ну, я, правда, имею в виду не всех, конечно, бизнесменов, они должны понять, и они поймут. Западные власти все делают для того, чтобы они это быстрее поняли. Они поймут, что лучше всего, как я. В каком смысле? У меня нет никакого имущества за границей, никакой недвижимости в Европе, ни на свое имя, ни на чужое. И нету ее, не потому, что я боюсь чего-то, а потому, что глаза мои, эту Европу, не видели. Я кроме ежегодной поездки на Афон в Грецию раз в год, я там, я стараюсь... Кто в Голландии в тюрьме сидел? Я к транзитам летел из Хьюстона прямого рейса, теперь нету, я летел через Амстердам. Вот и все нормально. В Хьюстоне, значит, можно иметь. В Хьюстоне у меня бизнес. А что, у меня нет ничего в Хьюстоне, я живу в корпоративной квартире. Ну, правильно. А голландцы, видите, обиделись и решили на 8 дней вас все-таки в Европе задержать. Слышу корпоративные этой самой... Но я бы и как туда не ездил бы. То есть, в этом смысле у меня не надо отбивать. Вот это вот интересно. На самом деле, по сути, Путин поставил себе задачу национализации элиты. Разных частей элиты. Не только чиновнической, но и предпринимательской. Крупную. Мы с Мишей всегда не одобряли. И как бы даже ему об этом. Он знает об этой позиции. Скажем так. Мы считали, что очень значительную часть нашей вороватой предпринимательской крупной элиты, которая создала себе состояние на приватизации. Кстати, к Сулейману это не относится. Он совсем на фондовом рынке. Я реально знаю, где он сделал. Не в каких залоговых аукционах. Молодой еще был. Да, так сказать. Так вот, я к чему говорю. Но вот те говорили, мы с Мишей их не национализировать. Но он, тем не менее, он президент. Ему Господь дал мандат. Значит, соответственно, он несет ответственность, а не мы. Он и решает так. Но важно, что для этой национализации элит, независимо от того, получится она, не получится, на какой процент получится, западные власти не то, что нам помогают. Они делают то, что мы бы не смогли сделать никогда просто. То есть, они превратят еще эту элиту в боевой отряд против себя. Если еще будет применяться трамповский, реально, применяться, не просто декларироваться, трамповские санкции, последние, антиолигархические, так называемые, то здесь можно точно сказать, что вся эта публика быстро поделится на просто завербованных шпионов. Там все интереснее. Я разговаривал. Наши лоббисты, у нас же тоже есть лоббисты, которых мы нанимаем в Америке, так как же без этого. Там твои в смысле лоббисты, наши не в смысле российские. Нет, на моих пропагандисты. Они нам рассказывали про эти санкции, которые там готовятся. Кто конкретно из наших олигарх, какие усилия прилагает, каких нанимает адвокатов, какие тратят деньги, чтобы туда не попасть. А, все попадут, они просто, я знаю просто конкретно, будут все они, Второе, значит, применяться будут по полной. Там абсолютный концентр на эту тему. Трамп как раз считает, что это является наименьшим злом и так далее. То есть, в этом смысле мы можем надеяться, что наша элита все-таки сплотится. Ну, либо вокруг ЦРУ, либо вокруг, причем сплотиться впрямую, то есть, под подписочку. Это все правильно, все правильно. Наши сотрудники, тоже не дремлены. Наши сотрудники тоже не дремлены. Друзья мои, ненадолго прервемся после паузы. Мы в эфире. Продолжаем. Михаил, Леонтьев, Михаил Юрьев в студии, Илья Савельев тоже далеко не уходил. Еще один небольшой аспект по поводу бизнесменов, их денег, и Европы, и Америки тоже. Хотелось бы осветить. Вот все начали говорить, что и Путин призывает, дескать, возвращайте свои капиталы, товарищи бизнесмены к нам в страну. Возникает вопрос. А. Насколько много этих капиталов? Б. Насколько это физически сложно? Ну, смотрите, на эту тему, да, можно прокомментировать. Ну, во-первых, смотрите, если мы говорим про капиталы крупные, крупные не с бытовой точки зрения, так сказать, то есть там сотни тысяч долларов или миллионы, а крупные как капитал именно, то есть десятки, сотни миллионов долларов или еще больше, то этих наших денег у крупного российского бизнеса за границей нету почти, нелегально, ненелегально. Почему? Во-первых, у крупного бизнеса действующего денег в виде денег и других высоколиквидных финансовых инструментов вообще, как правило, нету. Ну, вот, к примеру, там вот у меня есть приятель, Вова Лисин, да, так сказать, там регулярно становящийся, там, ну, год от года, там регулярно становящийся самым богатым человеком России по Форбсу. Ну, девяносто, там, наверное, пять или восемь процентов его состояния это акции Нижнего Новолипецкого металлургического комбината. Не деньги, а акции Нижнего Липецкого комбината. А где находятся акции, поди их знай. Да это вообще неважно, какая разница, где они находятся. их можно превратить в ликвидную форму, но это их надо продать. Когда у тебя контрольный пакет гигантского предприятия, нельзя реально превратить в деньги. Продать предприятие. Ну, это не быстро, да, это то, что продать предприятие, ну, да, можно, конечно. Ну, во-первых, он не собирается это делать, я сейчас не к этому. Я говорю к тому, что, говорить, Володя, верни деньги врач. Какие деньги? Ну, какие-то, наверное, есть там на крайний случай, но это не, но вот есть категория, то есть в основном, деньги это у двух категорий. Первое, это наши бизнесмены, ушедшие, так сказать, как бы уже на пенсию, ну, то этих, да, деньги могут быть там на Западе, это, ну, на пенсию, это отдельный вопрос. А есть, конечно, огромное количество денег, и вот у этих деньги в виде денег. Это коррумпированные чиновники, беглые банкиры, то есть те, у кого деньги заведомо криминальные, да, эти, какие там к черту активы, это именно деньги. Вот, а-ля полковник Захарченко, и клиенты полковника Захарченко, напоминаю, что он помогал банкирам скрываться с деньгами вкладчиков, это было его бизнес. Бородины всякие, Пугачёв. Бородины, ну, в смысле, не Павел Павлович, а, который, Московский банк. Московский банк. Да, 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 имя им Легион. А есть возможность вернуть законным путём эти средства? Нет, потому что западные страны, в первую очередь, конечно, здесь Британия, у неё уже 200-летний опыт, она нам не выдаёт преступников никаких, даже чисто уголовно. Для Британии... Денег не выдаёт главное. Нет, денег не выдаёт, Миша тут справедливо указывает. Это их бизнес. Денег не выдадут, даже если преступника выдадут, типа, уговорили, хрен с вами, вот, запирайте преступника без денег. Это компенсация. Да. Он же спал, жрал здесь, да? Да, ну, типа, да, типа, так сказать. Поэтому, но другое дело, что, значит, я считаю, что при более активной политике, если бы наш лидер меньше бы рассчитывал, наш лидер, в отличие от мальчика Уренгоя, давно не хочет нравиться западным лидерам, он понимает, что, по-моему, все прочее, совершенно невозможно. Они все нас ненавидят, и его особенно. Но, полностью взять и расплеваться с ними, вот, с западом в целом, он тоже пока не готов. И аккуратно скажу, что не исключаю, что он и прав. Хотя, я думаю, что, на самом деле, это нужно делать, просто подготовиться к этому надо. Но, если бы быть готовым чуть дальше пойти с ними, по пути расплеваться, то, конечно, с этим справиться не так сложно. Надо сказать, хорошо, вы не хотите нам выдаваться, отдавать людей и денег, по нашим запросам, ну, и там, политический убежий, человек присутствует. Ну, это ваш право, где не хотеть не надо. Тогда, давайте, только не лицемерить, соглашение о взаимовыдаче мы расторгаем, и объявляем, что с завтрашнего дня любые люди, скрывающиеся от правосудия Британии, ирландские террористы, банковские мошенники, в России могут рассчитывать, так сказать, нам это не важно, это не то, что мы их специально приглашаем. Это симметричный прием. Да, мы будем их, и они здесь будут чувствовать, а если с деньгами, так совсем хорошо, мы найдем им применение. Теплое питание, я заверяю вас, что через 2-3 года они скажут, давайте вернемся к существовавшей практике. Да, и тут мы, у нас, как знаете, есть обмен военнопленными, а тут будет обмен бежавшими олигархами. Мы не можем так, мы не такие. Тем, кого мы уже впустили, мы не отдадим. Не отдадим. Но новых перестанем принимать. Если правильно подойти, они заодно это готовы будут на шоу год. Потому что, когда кто-то поймет, друзья, а здесь же есть пути отхода, это начинает становиться идеальным театром военных действий. То есть, верхушка может сидеть здесь. Ну, конечно, успеет только добежать до аэропорта, и тебе ничего не грозит. Предлагаю перейти к следующей теме. С этой, мне кажется, более-менее все понятно. Главное, концептуально понятно, что произошло с Керимовым, и как вообще надо мыслить в этом ключе. Предлагаю перейти к Сирии, потому что, на самом деле, вот наконец-то появились достаточно громкие, веские поводы, чтобы ее обсудить. Вопрос. Встреча лидеров России, Турции, Ирана произошла в Сочи, и теперь этот город уже второй раз после Олимпиады стал появляться в мировых СМИ очень часто. Произошла эта встреча. Вот в контексте урегулирования ситуации в Сирии, как ее можно охарактеризовать? То есть, что это? Это уже окончательное помахивание платочком американцам и коалиции? Дескать, мы и без вас уже тут справились? Ну, помахивать рано. Мне кажется, что слухи об окончании Сирийской войны, они тоже немножко преувеличены, хотя успех совершенно налицо, тоже нельзя это игнорировать. И то, что мы доминируем, и то, что Россия сыграла решающую роль именно благодаря этому. Это все происходит, например, в Сочи, а не где-то еще, да? По инсанте Руси. Это очевидно. Я бы заметил одну вещь, что все участники сочинской встречи имеют очень разные и зачастую противоположные цели и интересы истории участия в Сирии. Разве не так же было во время встречи в Потсдаме? Или в Тагеране? Да, но здесь даже, может быть, в большей точке зрения, то есть в большей степени. Это обычно. Во всяком случае, с момента начала Второй мировой войны, во всяком случае, с момента вступления в нее Советского Союза, они были союзниками реальных. При том, что не все выполняли союзные обязательства так, как хотелось всем остальным участникам, имели за пазухой там камни, и не только. Но в целом были союзники. То есть в том смысле, что английские корабли не нападали на наши? Нет, ну и оказывали, в общем, тем не менее, существенную поддержку друг другу, во всяком случае, системную поддержку. Вот. А здесь ситуация другая. Здесь, ну, надо сказать, что, давайте вспомним, Турция была одним из организаторов сирийской войны. Но это в начале. В начале, да. Вот. Значит, например, да, Иран с самого начала оказывал более активную военную поддержку, например, Сирии, чем мы. Мы потом внесли свой вклад несколько позже, да. Но она, правда, другая. Иран, Иран представляет только живую силу. То есть только пехот. Ну, она живая сила немножечко все-таки с оружием. И так же прямо они же не... Ну, мне же ты правильно говоришь, но только у тысячи даже вооруженных автоматами человек с военной точки зрения довольно ограниченное возможности нанесения ущерба по сравнению с эскадрильей, так сказать, ударных самолетов. Ущерба, да, а какие-то вещи, может быть, которые не могут решить самолеты. Ну, конечно, конечно. Это и называется самодельство в родовом войск. Хазбала, которая очень активно там участвовала и очень успешно. Значит, то есть есть некоторые факторы, которые этих участников вот, ну, практически коалиции, да, уже можно сказать, они очень сильно разделяют. Есть соседние, посторонние участники коалиции, которые тоже в ней так или иначе, то есть к ней имеет некоторое отношение, именно потому, что их соединяет то, что разделяет участников. Я еще раз подчеркну одно. Никогда в истории России, особенно в истории нашего участия России, Советского Союза на Ближнем Востоке, Россия не умела и не пыталась вести настолько сложной дипломатической игры, настолько, как бы сказать, да, ну, то есть, никогда это не получалось. Практически раньше это делали американцы, а теперь они этого не могут, а мы можем. Я предлагаю сейчас прерваться, говоря языком драматургическим экспозицию, мы вам дали, а уже развитие и прогрессия усложнений, опять же, продолжая драматургический язык. Михаил Леонтьев, Илья Савельев, Михаил Владимирович, мы вас прервали? Я просто хотел обратить внимание на такую очевидную особенность международной политики, которая почему-то у нас всегда считалась, может быть, это продукт такой марксистской и постмарксистской историографии, когда есть справедливая, несправедливая сторона, правильная и неправильная, а понятие интересов и дипломатической игры, оно считается маргинальным. Это, кстати, совсем не марксистское предстояние. В марксистском предстоянии все войны ведутся за прибыль и потому несправедливы. Кроме гражданских, освободительных, кроме революционных. Ленинская, революционная. Здесь революционного явно нет. Речь идет о чем? Например, понимание того, что у тебя с этим же партнером могут быть совершенно противоположные интересы в другом месте, что это может меняться, что это игра, это обмен, то, чем американцы всегда занимались. раньше. Они разучились. До последнего времени. Они сильно разучились. До последнего времени. Это лучше американцев это умели делать британцы. Британцы, да. Причем не сейчас, а вот в 19 веке, в начале 20-го. Я просто хотел обратить внимание на такую знаковую вещь в истории дипломатии и вообще в истории новейшего времени, как знаменитый панк Риббентроп Молотова. Вот для меня совершенно очевидно, что в рамках игры, которая велась, это абсолютно рациональное, совершенно обоснованное действие, никаким образом не выделяющиеся из нормальной практики наших милосаксонских братьев. Никаким образом. И попытка вот постоянно на эту тему безумно рефлексировать является, значит, примером очевидного исторической безграмотности и просто идиотизма на самом деле. Потому что совершенно понятно было, какие задачи преследованы. Время выигрывало. Выиграть время, выиграть территорию, выиграть позиции, да. Сломать игру, значит, своих, так сказать, противников, партнеров, там, как их не называть, теперь, если любят слово партнеры употреблять в виде оскорбления. Это правильно, на самом деле. Вот. Сломать таким образом, чтобы заставить их играть не по тем лекалам, которые они сами себе выстрелили, а по совершенно по-другим, да. Вот. Это все совершенно нормально, логично. Сталин, кстати, невзирая на все эти вот рассказы, разговоры, что это был провокацией, никогда не сомневался, что война именно с Германией предстоит. Конечно. Он просто не верил, что она до 42-го года будет. Вопрос верил, не верил. Сталина пацифистских предстоит. Что мы подписали, мы друзья теперь, они нас никогда не тронут. Точно не было. Вот что я говорю. Услышь меня, Миша. Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, это чистая игра, правильно? Я просто говорю о том, что это зрелая политика, которая в данном случае проводится спокойно, без рефлексии, проводится в лучшем, я бы сказал, прошу прощения за выражение, в лучшем, недавнем американском стиле. Еще недавнем. Ну что, надо признавать успехи своих врагов. Потому что, когда американцы разводят там Акадра, Саудовскую Аравию, да, одновременно разводят турков, Иран и так далее, разводили, ну и что, головы им не приходят, что они не имеют возможности играть с одним из сторон конфликта, когда они в арабо-израильском конфликте заняли позицию с двух сторон, да, вытеснив нас оттуда вообще просто куда-то там ближе к обочине. Вот они к этому совершенно спокойно относились. А у нас все время, опять же, все-таки вот советская политика, она может быть не была, она не была слишком моральна, может быть, по факту, но она всегда была моральна по пропаганде. Морализаторской. Морализаторской. И вот у нас есть справедливая сторона, а не справедливая. И как же так, мы не можем быть сразу две справедливые стороны, обоим мы оружие поставляем, как в Эритрею в Сомали, да, вот, и так далее. Но почему не можем? Можем. Если покупают. Тем более, что в большинстве конфликтов, к сожалению, справедливых сторон нет. Или несправедливых нет, что примерно одно и то же. Ну, в общем, да. Все справедливые. А вы в начале своего доклада, назовем это так, сказали, что еще слишком преждевременно говорить о победе в Сирии. Я просто хочу сказать, конечно, преждевременно. И когда говорят о том, что там чуть ли не 90% правительства Асада контролируют, это какое-то очень странное преувеличение. Американцы, их, так сказать, те же самые курды закрепились на определенной территории, а с ними тоже играют, они не сами по себе игроки, да. Но по поводу курдов все на американцев сказали. Но скажем так, сильно больше 50% территории, сильно, то за 70%, 100% конечно. Можно сказать очевидным образом, что сирийское правительство, законное, легитимное, оно доминирует в Сирии. Абсолютно так же. Ну или так. Вот. И не считаться с ним нельзя, и, значит, не принимать его, в общем, ведущую роль в будущем урегулировании. Если кто-то согласится на какое-то и вообще или не сумеет противостоять этому регулированию, то тоже нельзя, потому что оно имеет в общем-то контрольный пакет. Но вот с этими ребятами из ряда, которые тоже параллельно собирались, нужно будет вести диалог. С ребятами из ряда не нужно вести диалог, а полезно и что значит нужно. Мы никому ничего не должны, мы с ними можем вести диалог. А можно обойтись с ряда? Ряда происходит очень странные вещи, я не хочу сейчас углубляться, тем более осталось очень мало в эту тему, но страна явно находится в тяжелом положении. Это правда, мы, кстати, об этом говорили. Но я хочу сказать другое, я вот хочу в поддержку Мишиной позиции сказать, что смотрите, вот давайте сравним две революции, которые, это общее мнение в мировой и в западной, в том числе и в историографии, во многом, конечно, далеко не во всем, довольно похожи. Это Великая Французская революция и наша революция 17-го года, точнее, наши две революции, которые все-таки правильно считать двумя фазами одной. Одной. Да, так вот, если смотреть, что было после них, то сильно не сразу, сильно не сразу, то есть, реально говоря, через там почти 20 лет, после наполеоновских войн и так далее, Французская революция закончилась тем, что они сами называют Конкорд, то есть, согласие вот в этой, как раз, в честь этого, значит, Плазда Конкорд, площадь согласия во Франции, это именно этого согласия имеется в виду, а не какого-то общечеловеческого согласия, которое худо-бедно, действительно, там, больше-меньше, но, действительно, нация, как бы, примирилась обратно. Обе страны, хотя уровень ненависти друг к другу был достаточно велик, уничтожен на людей, кровищей жестокости было, что наш 17-й год и гражданской войны просто отдыхает. А есть опыт нашей гражданской войны и того, что было после нее, так сказать, мы, у нас просто одна страна победила другую, часть из проигравшей страны сумела вырваться в эмиграцию, и дальше нация развивалась без всякого примирения, вообще без участия проигравшей страны. Заметьте, я сейчас не говорю, правильно ли это, да и по каким, по одним критериям, правильно, по другим, нет, важно, что вполне успешно. То есть, и так бывает, и так бывает, и Миша абсолютно прав. Можно урегулировать сирийский, урегулировать, чтобы дальше страна начнет нормально развиваться. Можно урегулировать с помощью примирения, не со всеми, но с кем-то. Тогда надо говорить с людьми, как ты выразил, с там сидящими в ряде. А можно и без этого, как у нас в 20-е, 30-е. Поэтому жизнь подскажет. Жизнь подскажет, как лучше. Я еще не очень уверен, что те и хотят реально примиряться. Вот что такое для Джипхата Нусры примиряться? 16 тысяч штыков. Что они делать будут? Они ничего, как говорил герой фильма «Великолепная семерка», этот самый Крис, по-моему, главный звали. Помните, он говорил, мы с железом не работаем, мы работники свинца. Вот, соответственно, эти ничего не умеют другого. Ну, какое примирение? 16 тысяч человек. А там во всей стране сколько в Сирии население осталось? Миллион 15? Ну, в районе, да. Боюсь. Ну, типа. То есть, это не гигантская страна, это даже не Украина по размеру. Вот. Поэтому, вот я хочу сказать, что может быть попытаться примириться, ну, это может не сомневаться, зная Владимира Владимировича, не сомневаюсь, что попытка примирения будет. Он все-таки, так сказать, по натуре миротворец. Да. Так сказать, не получится, ну, есть и другие пути, так сказать. Ну, наша группировка все еще там стоит. Не, не в этом. Да сейчас уже и АСАД уже и без нас справится. Справится? Ну, сейчас уже, да. Там еще вот немаловажную роль играют американцы, которые сегодня... Нет, я надеюсь, что база-то у нас останется при всех обстоятельствах. Мы надеемся, что мы вообще... Да, нам не дадут ее освободить просто, даже если мы захотим. А что такое база? Это, значит, возможность довольно быстрого развертывания. Ну, конечно, база, это же не территория. Территория, это что, это, понятно? Не, ну, понятно. В случае чего довольно быстро... Я думаю, что две базы. Мы же один раз уже объявили, Я думаю, две останутся. Воен-воздушные и воен-морклассные. А, ну, Тартуш. Ну, правда, они не называются базами, кстати, нет. У нас, в Америке бы это называлось базами. Там есть другая проблема. Есть некие договоренности с другими товарищами, которые не хотят, чтобы они назывались, и не только назывались, но и были натуральными. Мало ли кто чего хочет. Пусть называются не базами. Кемпинг. Да, мотель. Мотель, да. Ну, хорошо. Туда мы летаем на самолет. Да, туда до самолета. По два человека в самолете. Ну, мотель же, хорошо, что хочет. Немаловажную роль еще американцы играют, которые сегодня заявили о том, что они не собираются уходить из Сирии, оставят свои базы. Они-то не стесняются называть базами. И, естественно, это... А им легче называть это чем угодно, потому что они ни с кем не договариваются, никакого правового статуса у этих баз нет. Кстати, в определенный момент это может стать серьезной проблемой для американцев, потому что после формального разгрома ИГИЛ у них нет легитимных оснований для нахождения в Сирии. Нет. Они сами это понимают. Они поэтому не говорят, что мы останемся. Они говорят, мы будем изучать вопрос. Но действительно, как бы, да больше того, считается, что в Сирии-то и нету. Советники только. Да. 500 человек, да, так сказать, но советники, это советники, так сказать, то есть военно-воздушных сил у них в Сирии реально нет. Они все из Рак летают. Нет, а просто интересны цели. То есть, они останутся там, и они же должны раскачивать, они по природе такие, должны раскачивать эту ситуацию и подогревать. В какую сторону? Нет, слушайте, давайте так, давайте только вот не будем приписывать американцам что-то демонического. Это обычная нация, которая нам гадит, и в этом смысле является нашим врагом России, но в общем, ничего особенного, всегда гадят, так сказать, и делают все в своих интересах, а не ради гажения, так сказать, поэтому... Поэтому и гадят. Поэтому часто таки гадят. Так совпало. Будет невыгодно гадить, будут не гадить, а наоборот конфеты дарить. Это же дело такое, так сказать. Не очень понятно, с чего это вдруг станет. Не выгодно. Ну, а потому что там, где гадить бесполезно, где доминирует кто-то другой, ну, пытайся, так сказать, кнопки подкладывай на стул. Отношение к себе испортишь, а вреда не причинишь никому. Я предлагаю еще вот по поводу курдов-американцев и вот этой перспективы пару слов в следующей части нашей программы. Каких курдов ты имеешь в виду? Курдов много раз. Сирийских. Сирийских курдов, да. И потом, наверное, перейдем... Эти более не турецкие. Потом перейдем к интерактиву и прям посвятим остаток нашей программы интерактиву 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Приглашаю всех в этот эффект. Леонтьев, Илья Савелев в студии. Продолжаем немножечко говорить про Сирию. И, собственно, финальный вопрос, который интересует. Американцы заявили, что хотят остаться и намерены остаться в Сирии с сирийскими курдами. Вопрос следующий. Допустим, эта ситуация все-таки подойдет к концу с ИГИЛ. В каком направлении будет направлен вектор приложения американской силы в данном случае? То есть, что они будут делать с этими курдами? Ну, смотрите. Во-первых, как бы, вот российская внешняя политика в отношении курдов столкнулась там с определенным, если использовать американскую терминологию, вызовом. Смысл которой, что американцы курдов к этому моменту уже сильно поддерживали и как бы вклиниться туда и стать для курдов лучшим другом, чем американцы, ну, довольно сложно. При этом курдов там много, они довольно воинственные, то есть, за свое, как говорится, будут стоять на смерть. Они хорошие воины, так сказать. И в этом смысле игнорировать их довольно сложно. Вот это и был вызов. На мой взгляд, наша внешняя политика нынешняя продемонстрировала именно то, о чем говорил Миша, то есть, высочайший класс, который даже непонятно откуда взялся, вот в лучших традициях, даже не наших. Мы, во-первых, это поняли и не пытались, так сказать, влезть курдам без мыла кое-куда, так сказать. Мы поставили себе задачу, что мы не с курдами. Кроме того, у курдов напряженное отношение с Асадом, потому что курды хотят отъединения, которого Асад, естественно, не хочет. Значит, наша задача была поддерживать с курдами нормальные отношения, но мы не с ними. Мы не с ними, потому что мы за Асада, плюс вы с американцами, но чтобы они на нас не имели, не обижались, не имели никаких негативов. Для нас это еще было особенно важно, потому что мы определили свои стратегические цели сближения с Турцией в идеале с отрывом ее от западного блока. А для Турции вопрос курдов это особенный. У них при слове курд это как у нас при слове украинец, да, так сказать, это определенная ассоциация. Определенная ассоциация возникает, причем не самые лучшие, да, так сказать, вот. Поэтому, значит, мы с этой задачей прекрасно справились, на мой взгляд. Вот Миша подтвердит, что да, мы не с курдами, но курды имеют ноль плохих чувств по отношению к России на сегодняшний день. Я бы на месте курдов особенно, если говорить о демпартии Курдистана, то есть о тех, кто были вообще нашими. Но это в Турции. Да, я бы, ну в Ираке тоже, там, да, я бы, в общем, имел бы некоторую обиду. Ну ты бы имел, а нижней, наша политика не на Леонсев, да, Леонсев в свой, что, какая внешняя политика? Имел бы. До сих пор, значит, Аржалан сидит в турецкой тюрьме, опять ты с позицией правы, неправы, справедливо, не справедливо. Нет, еще раз говорю, но мы на самом деле решили, что вот, ну вот так оно сложилось. То есть мы не боремся с реальностью, мы играем с ситуацией, которая есть. Мы играем те бюджеты, которые сдали нам. Да. Да. И в этом смысле у нас очень нормально, очень нормально, я считаю, и как бы ничего не мешает нашему, то есть нашу позицию сдержанную по отношению к курдам. Эрдоган просто млеет. И вы скажете, многие пишут, это Эрдоган просто разводит нас, чтобы, так сказать, побольше получить с Америки. Скорее всего, так и есть. Только у любой игры есть своя логика. И очень часто человек начинает играть с одной целью, а игра сама заводит его со своей логикой туда, куда он не видит заранее, что она заведет, а ты видишь заранее. Поэтому на самом деле еще не вечер. Я считаю, что все в этом смысле совершенно нормально. Это если говорить про сирийских курдов, а про иракских курдов, этот вопрос вообще меньше нас волнует политически, но единственное, коммерчески, там большие нефтеносные горизонты, но это пусть компании сами. Нет, ну тут именно вопрос, если можно коротко, чтобы кто-то хоть успел дозвониться, точнее, ворваться в эфир. Американцы, это что вы, какую карту будут, они будут пытаться их объединить? Они будут, поскольку они ни на кого ставку, кроме как на курдов, в Сирии делать не будут, они будут подчеркнуто с ними, быть подчеркнуто с ними, это значит поддерживать хотя бы словами, но постоянно, их стремление к независимости от Сирии, потому что это единственное, что сирийским курдам нужны, их и так никто не обижает и не собирается. Соответственно, этим они будут, потому что самое ужасное для Турции, если сирийские курды отделятся. Потому что как только они отказывают независимое государство, оно начинает становиться магнитом для тех курдов. И соответственно, значит, эта политика объективным образом хотят от американцев и нет, будет проводить к постоянному ухудшению их отношений с Турцией. Со всеми. С Сирией, с Турцией, с Сирией. С Ираном и с Ираком. С Ираном и Сирией хуже уже некуда. А с Ираком, правильно, и с Ираком тоже. Поэтому, ну, мы находимся в ситуации, вот мы не можем проиграть вопрос, только сколько выиграетесь. Ну, в общем, тогда от имени нашего дипломатического ведомства хочется сказать американцы welcome к курдам. А они и так уже там. Они уже там. Да, они уже там. Звоночек. Владислав из Москвы, да? Владислав. Да, да, я. Давайте быстренько, чтобы успеть ответить. Да, да. К сожалению, вы мало времени оставили. Ну что ж. Я все-таки хотел поглубже взглянуть на проблему вот с этим мальчиком. Суть моего, как бы, посыла заключается в следующем. Почему, собственно говоря, откуда берутся не столько мальчики, а учителя, и вообще вот эта тенденция понравится. Понравится Германия, несмотря на то, что мы подверглись колоссальному нашествию. Вот. А мне кажется, что это берется из-за того, появляется из-за того, что, как факт, я сейчас не даю подробностей, о чем это произошло, но побежденные живут намного лучше, чем победители. Вот если бы Сталин, представьте себе, выставил бы по результатам после капитуляции Германии, выставил бы счет по оценкам за убиенных и за разрушенную инфраструктуру, это 15 триллионов долларов. И в рассрочку была бы наложена вот эта контрибуция, которая не была наложена не только в этой войне, но и после взятия Парижа, после победы над Наполеоном тоже отказались от контрибуции. Мы все время отказываемся. Тогда бы Меркель ездила бы к нам каждый год в Госдуму, а не мальчики из Германии. Все. На самом деле 15 триллионов долларов понятие национальное богатство. Оно считается, да, ваш цифра, она не вписывается ни в какие-то... Он имел в виду нынешних долларов. Он имел в виду, если тогдашние пересчитать в нынешние доллары с учетом инфляции, я тоже встречал. Вполне возможно. Не понятно. Вполне возможно. Дело в том, что здесь преследуются две цели. Во-первых, что мы отказались от аннексии и контрибуции. Это неправда. Мы аннексировали часть территории Германии. Но официально отказались. Ну как, ну одну школьочку, а Восточная Пруссия... Но декрет о мире никто не отменял. О каком мире? Декрет о мире 1918 года, который и был издан правительством молодой российской советской федеративной республики, который отказывался, провозглашал на вечный отказ от аннексии и контрибуции. А, в этом смысле. Ну на вечный отказ его не отменяли, его просто забыли, засунули куда-то. Вот. Контрибуция была, значит, были вывезены заводы, все, что можно было вывезти, ценного, было вывезено, значит, технологии в значительной степени. Не только нами, наши партнеры делали то же самое, можно просто вспомнить, что американская ракетная программа построена Вернером фон Брауном и Людьми Брауном, но не у нас. У них. Я говорю, что они тоже не отказывались. И они не отказывались. Вот. Но наш мальтер поработал. Да, значит, но Сталин строил послевоенный мир, который он считал обустроенным так, как он считал нужным. Например, он передвинул 11 миллионов немцев на запад, согнав их с польской территории. Я бы сказал, соглав их с немецкой территории. С немецкой территории, да, которая стала польской, а Польшу он подвинул примерно так же тоже на запад по линии Дюранта, да. Вот, значит, то есть это были такие глобальные передвижения, да. Кроме того, задача была, в общем-то, не превратить Германию в подобие Веймарской республики, когда, значит, слабая и растоптанная страна платила репарации, значит, ценой физической гибели от голода многих людей, и за счет этого озверела и родила Гитлера, кстати, превратить ее в общем, ну, по сталинским понятиям в дружескую территорию. Как бы мы ни относились к ГДР, как бы мы ни относились к тому режиму, который там существовал и так далее, мы сейчас видим на нынешних восточных немцах, что они себя не чувствуют бывшей оккупированной страной, в отличие даже, кстати, от тех, кого никто не оккупировал, то есть, прибалтов, всяких там, поляков и так далее, да, они себя точно не чувствуют. То есть, это прорусский голосующее население в значительной массе. Вот все я хотел сказать, премьер Николай. Спасибо большое, друзья, и вам большое спасибо за то, что были в этот четверг с нами. Встретимся через неделю в это же время на этом же месте. Всем хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok